Российское отделение Ниссана, за последние годы зачистившее локальную гамму от седанов Alimero и Sentra, паркетника Juke и внедорожника Patrol, оставило себе мало поводов для новостей. Если не считать только что вернувшийся Pathfinder, то модельный ряд автогиганта представляет всего четыре машины — это кроссоверы Qashqai, X-Trail, Murano и Terano. Да-да, последний сохранён в производственной программе московского завода. Даже несмотря на то, что его собрат, Renault Duster первого поколения, уже год как снят с конвейера и заменён второй генерацией. Однако в продаже есть сейчас Terano 22-го года выпуска, и пресс-служба Ниссана сообщила нам, что планов отказываться от этой модели в ближайшее время нет. Понять маркетологов можно — в прошлом году восьмилетний уже Terano нашёл почти 9000 покупателей. Хоть это и в четверо меньше, чем Duster, но для Ниссана — третья по популярности модель. Меж тем продажи Ниссанов в России падают три года подряд. В общем рейтинге марка опустилась с седьмого места на девятое. И по итогам 22-го года, вероятно, провалится ещё на две строчки ниже, потому что китайские Havail и Chery подобрались уже вплотную и активно растут. Исправить ситуацию помог бы Qashqai третьего поколения, мировая премьера которого состоялась ещё год назад. Но выход на российский рынок, как обычно, задерживается. Пресс-служба избегает называть даты и обтекаемо сообщают, что появление нового Qashqai в 2022 году подтвердить не могут. А вот на соседний украинский рынок Qashqai уже вышел. Напомним, что модель построена на свежей итерации платформы CMFC сбросила 60 кг массы и чуть подросла по габаритам. Под капотом нет ни бензиновых атмосферников, ни дизеля. А только лишь два варианта турбомотора 1.3. Более слабая версия сочетается со строгой механикой и передним приводом, а старшая — с вариатором и передним или полным приводом на выбор. Это тот самый турбомотор совместной разработки Daimler и альянса Renault-Nissan, который ставится на компактные Mercedes и Renault, а через пару лет должен быть локализован и на автовазе. Самый доступный для украинцев полноприводный Qashqai стоит около миллиона гривен — это 2 миллиона 600 тысяч в пересчёте на рубли. Нынешний Qashqai петербургской сборки с двухлитровым мотором и полным приводом стартует с двух миллионов. Сохранится ли атмосферник в новом поколении для России — мы можем только гадать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова